Суд по уголовному делу о трагедии в торговом центре Максима в Золе Туде может затянуться почти на год, если суд решит проверить все доказательства, считают защитники обвиняемых. Это также может поставить под угрозу вынесения приговора, продолжит Анастасия Дьяконова. Уголовное дело о трагедии в торговом центре Максима в Золе Туде рассматривают уже чуть больше года. За это время успели опросить почти всех свидетелей обвинения, более сотни. Осталось около 10 человек. Сейчас суд перешел к проверке документов и тут столкнулись с проблемой. В деле есть около 500 папок с различными документами, большая часть которых — проекты. Их прокуроры приложили к делу и отправили в суд, но копий этих документов нет. Они не выданы свидетелям дела. И фактически возможность ознакомиться с ними очень ограничена. По словам Звейселнекса, не все эти документы относятся к делу. Они сложены в коробке и хранятся в специальном помещении. Если прокуратура хочет упомянуть хотя бы одно из доказательств этой комнаты, значит, мы должны это проверять. А это порядка 500-600 томов документов. Чем это может грозить? Это может грозить либо затягиванием этого уголовного процесса, либо в случае, если не будут соблюдены условия уголовно-процессуального закона, это может поставить под угрозу и сам приговор. Защита своей стороны. Мы подготовили и подали суду прошение о проверке конкретных документов, которые необходимы для защиты. Если обвинению они необходимы, если у обвинения нет такой необходимости, они могут не просить суд проверять все эти доказательства. Но это означает в любом случае, что суд в своем решении не может отзываться на те доказательства, которые вообще не проверены. Прокурор Агрис Крадайлес отмечает, проверка этих документов в суде не обязательно, а все приложенные к делу доказательства, в том числе документация проектов, является единым целым. И невозможно убрать некоторые документы, которые на первый взгляд не относятся к делу. Возможность ознакомиться с документами была целый год, даже больше. И вопрос об ознакомлении с вещественными доказательствами дела был актуализирован еще в начале всего процесса. Доступ к ним гарантирован. Пожалуйста, приходите, смотрите, все на месте. В итоге суд решил не проверять всю документацию, а лишь выборочные доказательства. По словам Крадайлес, рассмотрение дела проходит намного быстрее, чем ожидалось. Напомним, из-за обрушения крыши в торговом центре Максима в Золи туда в ноябре 2013 года погибли 54 человека. Десятки получили ранения.